итак привет всем кто смотрит это видео кто каким-то образом оказался на канале ну и тем более большое спасибо тем кто подписан на мой канал сейчас я вам хочу рассказать о смартфонах blackview сразу скажу это будет не команда к действию это просто рекомендация ну или небольшой рассказ чтобы вы могли понять какой из аппаратов вам больше подходит ну и вообще нужен ли он вам для начала хочу как бы продемонстрировать ну и назвать их имена это 9600 pro 9700 pro 9800 не про в чем у них похожесть в чем разность они все из серии защищенных этим они похожи чем у них отличие этот стеклянный со всех сторон и имеет амолит экран здесь же братья почти близнецы с железными накладками пластиковым корпусом но материал похоже на самом деле не на пластика на гибрид пластика с резиной наверное какой там типа композита поэтому этот в принципе сразу же убираем потому что к сравнению он уже не подходит оставшиеся два аппарата они в общем то и стоят примерно одинаково поэтому про них я хочу сейчас немножечко рассказать ну и надеюсь вы поймете что вам нужно что не нужно первых на этот шильдик отклеивающийся не смотрим это у меня косяк моих 100 разборок потому что под ним находится шурупчик я периодически это шильдик отклеивают у вас такого не будет пока вы не разберете аппарат энное количество раз поэтому рассказываю первое если на них посмотреть визуально они в принципе чем-то похожи но у них есть одна глобальная разница я не говорю про разницу в размерах потому что она все-таки есть вот штангенциркуль от сказка дел калиброван по 98 0 мы видим что разница с 97 00 есть она где-то на 3 миллиметра то есть 97 00 короче но не это главное главное он намного уже то есть если мы их ставим вот так на торцы это сильно не ощущается потому что у него здесь вот эти вот рога выпуклые есть но если взять его в руку то он намного уже если это мерить шо цешкой могу показать если кому интересно 78 и 4 этот и 81 и 1 этот то есть чувствуете на что этот в руке будет держать намного удобней помимо этого честно скажу они еще и весят по-разному то есть если вы человек которому вес имеет какое-то значение то тогда смотрим вот у нас 98 00 330 грамм вот у нас 97 00 про 286 грамм то есть разница уже ощущается и честно в руке этот приятней легче удобней но немножечко не всем нравится по моему вот эти вот рога ну за счет этих рогов его можно не уронить то есть когда в руке держите вы можете держать его за эти уголки и он из руки не падают так что кому-то это может и не нравится а кому-то это конкретный плюс кому-то нужен экран огромного размера кому-то хватает экрана маленького поэтому сразу предупреждаю что у 97 00 про экран меньше сейчас он засветился мы должны его в принципе увидеть ну вот аппараты включились сразу замечу что экраны и ps поэтому у нас и вы был 96 00 про там экрана молит разницу в размере экрана я думаю вы видите то есть у 98 00 экран и по высоте больше и по ширине больше по яркости на максималке 98 00 как видите ярче немножко не знаю насколько это видно на камеру на глаз ой насколько это видно в видео будет камерой но на глаз разница есть по параметрам в принципе они похожи две триста сорок и две 280 я думаю в разницу никак не ощутите по вырезу у этого челочка у этого как бы небольшая такая пимпочка как капелька воды тоже сильной разницы нет этого мне 96 00 у которого челка здоровенная как у айфона там там не видны уведомления здесь же все видно то есть верхней шторки у обоих всплывающие уведомления помещаются проблем не возникает поэтому в этом плане у них все похоже по толщине но 98 00 ожидаемо толще потому что там больше аккумулятор соответственно и автономка у него больше этот меня выживал на юге в отпуске максимум сутки это верхний предел это если вы не сильно напрягать а вообще как бы рабочий день и все но он и весит меньше он меньше по размерам и так далее этот у меня живет иногда двое суток иногда полтора зависимости от нагрузки проблем не возникает придется вырубить мне нафиг все а то сейчас все достанут nfc у обоих работает на расстоянии где-то 3-5 сантиметров от терминала метки считывает почему-то с более короткого расстояния но все равно считывает по громкости динамика в принципе опять же одинаково второй динамик для воспроизведения музыки у обоих не используется по камерам здесь и здесь стоят камеры которые полностью блоками не раскрыты и это и это еще имеют не допилы и допилят ли их до конца пока уверенности нет хотя вот здесь конечно не обещают потому что это их новая модель все такое а здесь вот как-то не срослось то есть фотографируют они оба нормально но не всегда у обеих моделей есть косяки этот снимает плохо при боковом освещении того объекта который ты снимаешь плюс ночью не может сфокусироваться далее там метров пяти потому что когда темно он не видит на чем ловить фокус единственное исключение если в центре кадра стоит какой-то объект вот тогда на нем сфокусироваться то есть пейзаж ночью снять на нем нереально здесь камера пишет видео поганенько фото очень даже неплохо поэтому тоже косячок есть но видеокамере здесь видео пишет намного лучше далее здесь вторая камера она дана чисто для замерения нет замера расстояния здесь 2 и 3 камеры они полно рабочие хотя кстати третью я использовать в тестах мог она даже фотографирует даже автофокус есть но учета как-то в жизни я пока не понял какие пользоваться потому что при фотографировании есть три режима один из них одна камера второй из них вторая камера а третий режим как ни странно это две камеры вместе и по ним получается зумируем а я центральная часть картинки ну типа зум якобы без потерь качества на самом деле немножечко потери качества пока есть надеюсь опять же это устранят при обновлении прошивки будет еще лучше про динамик вернусь динамик и там и там один вторая дырка и там это муляж что есть тут чего нету в этом здесь есть датчик пульса вот это вот окошечко на который вы кладете палец и он может посчитать сколько у вас пульс то есть он просветит зеленым по моему светом ваш палец и по сосудам сочетает информацию о пульсе далее здесь есть приборчик который позволяет определять загрязненность воздуха но точность не очень там где он скажет что воздух гадкий я и сам это смогу сказать потому что точность прибора ну так себе что есть здесь чего нет там здесь есть инфракрасный порт который позволяет управлять любой техникой которая управляется через инфракрасные передатчики так чего еще вот здесь мне не хватало и здесь она есть здесь есть порт не не так здесь порты закрыты заглушками здесь заглушек нет то есть если сюда попадает грязь это проблема это начинается промывание и так далее когда я производил тесты вот с этим аппаратом в море я честно скажу я немножко жулил я когда снимал под водой я пальцем закрывал эту дырку потому что одиннажды я этого не сделал и я потом сидел минут пять наверное оттуда вытряхивал воду я же конечно же забыл взять с собой чистую воду потом буквально час я выдержал но плюнул рванул с пляжа обратно в номер и промывал его чистой водой только это спасло его от окисления хотя час соленой водой это уже много и шанс был угробить здесь есть заглушки сюда вода не попадет если заглушки закрывать они так вот как сейчас она была я только сейчас я до конца закрыл соответственно обоих портах поэтому здесь по моему конкретный такой плюсик так по защищенности экрана здесь выпуклости есть сверху и снизу по бокам и грубо говоря нет здесь их нет нигде то есть по защите экрана этот лучше но здесь и экран больше то есть разбить его шансов наоборот больше поэтому плюс ли минус ли большой экран но защитой это уже я не знаю крепеж для ленты есть у обоих проблем нет разбираемость у обоих хорошая то есть оба чисто на болтах легко разбираются и если что-то нужно поменять в этом можете поменять барометр в этом есть в этом есть по моему микрофон 2 и тут и тут есть только используется он почему-то только как шумодав в режиме стереозаписи видео я пока его не смог завести ни на одной камере но я еще в поисках я еще не все камеры перебрал в стоковой он стереозвук не пишет в стоковой он просто отсюда звук пишет и все второй микрофон при записи видео в стоковой камере почему-то не используется но я надеюсь когда-нибудь они допрут как это задействовать и в стоковой это все заработает а в кастомных я думаю и так это можно включить просто я еще до конца не разобрался далее по сканерам отпечатка у обеих моделей на боку на мой взгляд это самая удобная реализация хотя многие будут со мной не согласны как я читал в интернете но вот здесь вот искать на ощупь сканер и загаживать камеры мне надоело на боку на мой взгляд намного удобнее приложил палец аппарат готов соответственно и распознаваемость пальца и там и тут идеально максимальная то есть максимально быстро кстати по поводу экранов вернемся и попробуем минимальную яркость экрана это сейчас была максималка сейчас делаем минималку и сравниваем кто тусклее но на глаз этот тусклее то есть и минимальное максимальное у 98 00 больше чем у 97 00 так что для чтения я 97 00 приятней а для просмотра экрана днем 98 00 но напомню тот что аппарат что был показан заранее он в этом плане лидер на солнце его видно даже при 60 70 процентах яркости там где я на аппарате 97 00 выкручивал на максимум и чтобы что-то видеть когда солнце кочегарит когда у нас два или три часа дня 35 градусов у моря лежишь вот здесь мне приходилось иногда делать тень рукой чтобы видеть нормальное качество картинок то есть видно да но краски не видны чтобы были видны краски вот такой козырек делал жена при 70 процентах яркости свободно все смотрела все делал ковырялась в интернете то есть amoled все таки местами выигрывает и если вы кстати хотите потом сравнение по таким же параметрам с тем аппаратом пишите под видео я подумаю может быть и сделаю если найдете вопросы которые можно задать к обоим аппаратам хотя в принципе на мой взгляд они разные и вопросики разнятся так потом диод оповещений в наличии у обоих аппаратов на передней панели в районе фронтальной камеры по фронтальным камерам косяки в принципе те же что и по основным сейчас мы развернемся то есть в принципе они хорошие но не такие идеальные как например 98 и стоп 9100 9100 еще намного лучше имеет фронтальную камеру здесь тест волосиками кстати 9700 проходит лучше какую надеюсь видите то есть он более детализированно фронталкой работает 9800 более размыта но при фотографировании там и тут фотки получаются одинаковые видимо режим просмотра у них по разному настроен я недавно как раз убедился ковыряясь в файлах с бэкапа из из рекавери что у них оказывается разная величина скажем так кадра при предпросмотре фотографии также это есть в тестовом меню и еще много где я натыкался но просто уже убедился не один раз что на самом деле они могут по-разному это показывать и будет казаться что качество фронталки разные ни один из них не показывает фронталкой реальное разрешение на экране в момент отображения превью они оба уменьшают поэтому и кажется у всех по-разному так далее по рамочкам вокруг экрана но я думаю одинаковые поэтому в случае падения и там и там есть шанс скокнуть стекло если он упадет вот так вот краем угла об край какого-нибудь угла если их я сейчас вот так уж вахну со всей дури я думаю разобьются оба стекла потому что вот так вот по диагонали в жизни попасть очень сложно но разбить при этом очень легко так что еще долгоживучесть я уже говорил что этот больше живет само собой чем этот но этот и толще и больше этот легче тоньше меньше по громкости они оба одинаковые по качеству динамика этот мне нравится чуть чуть больше по громкости вот этот по моему чуть чуть больше но он слишком уж песклявый поэтому я говорю качество звука Если рассматривать через внешний динамик, то выигрывает 98.00. Под водой снимал с обоих, но только с этого в море, в водоемах, еще всякое. Он, потому что у меня давно, этот получил недавно, поэтому с ним пока только в вазочке он у меня лежал. Ну и, по-моему, под краном мыл. Больше я ничего с ним с водой не делал. Ну, поэтому как-то так. По процессорам они одинаковые, по оперативке и накопителю они одинаковые. Тут у них паритет, нечего сказать. По количеству металла, здесь вы видите металла больше. Вон какие накладки. По защищенности камер основных. И там, и там они утоплены. Но здесь вы видите, они утоплены всего на какие-то максимум 1 мм. Внутри одной рамочки, но на выпуклой панели. А здесь же сделано наоборот. Тут стекло утоплено как бы дважды. Сейчас попробую, понимаете, что вы видели. То есть рамка алюминиевая сама внутрь уже врезана. Есть периметр, перекрытый более выпуклой частью. И плюс стекла еще внутри этой рамки. То есть в сумме полмиллиметра запаса защиты у этих стекол. Плюс эти стеклышки отдельные. Здесь стекло целое. То есть опять же здесь по защите камер получается дело лучше. Есть шанс, что вы, например, кокните только одно, а не все. А тут если кокните, то сразу все. Единое стекло двух камер. Поэтому, если вы хотите выбирать, то, в принципе, я думаю, вы уже поняли, что берем по весу, размеру и нужности вам видеозаписи в камеру. А также есть вот такая штучка. Вот. Да? Она работает на обеих моделях. Так что проверять уже нет смысла. У меня про это выходило отдельное видео. Если вы хотите пользоваться вот этой вот дополнительной ночной, скажем так, камерой от компании BlackVid, то она подходит к обоим телефонам. Но последнее. Есть вот такой у меня провод. Вот. Да? Видите разницу? На что это намекает? Правильно. Здесь удлиненный штекер обязательно. Здесь подходит обычный. То есть, если вы не хотите заморачиваться с проводами, носить с собой именно удлиненный родной штекер, то тогда вам 98.00 будет уже намного лучше. Потому что по всем остальным параметрам разница невелика. Но, опять же, запомните и напоминаю. Меньше, уже, тоньше, легче. Но и живет на аккумуляторе намного меньше. Поэтому же. Шире, толще, экран больше. На аккумуляторе живет дольше, потому что он еще и тяжелее. Потому что в нем стоит большего размера аккумулятор. Все. Я не знаю уже больше, что говорить. Если есть какие-то вопросы, пишите под видео. Сохраним переписку. Как бы будут полноценные ответы на все ваши вопросы. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ну и, соответственно, если вы захотите, будет сравнение следующих моделей. Всем пока. Спасибо. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok